Давайте вот это поставим, да? Всех приветствую, всем ассалам алейкум, доброй ночи, ой, всем привет, мои подружки заходят, давно не виделись, Марсиби Кадар, можно мне вас слушать? Нужно, Радаханам, нужно, что за вопрос можно тебе? Нужно, ну что? Я тоже скучаю, я каждый день собираюсь выйти в эфир, но вот каждый день я почему-то стесняюсь, мне каждый день кажется, что я буду какие-то глупости говорить, и мне стыдно, и потом говорю, нет, не буду уходить, йо-лам. Ну, и вот так каждый день. Алейкум ассалям. Я очень гордоливая и грубая, знаю, что неправильно как-то смениться. Ну, то, что вы осознаёте, это уже, да, большая милость Аллаха. Вы знаете, я недавно поняла, что, оказывается, знать и признать — это разные вещи. Многие люди думают, что они признали. Вот вы правильно написали, вы написали «я знаю это», да, но вы не признали это. Оказывается, когда человек просто знает, что он гордоливый, что он грубый, он с этим ничего не делает. Он просто знает это как факт. А когда человек это признаёт, да, в признании, оказывается, есть толпе и очень много стыда, и очень много ресурсов и желаний изменить это. То есть человек, когда признаёт, что он, да, гордоливый, ему становится, оказывается, настолько стыдно перед Аллахом, и он уже автоматически начинает с этим что-то делать. Он больше это вот так оставлять не может. А если он говорит «да, я знаю» или «я признаю, что я жадная», да, например, и дальше живёт с этим, значит, он не признаёт, он просто знает это как факт. То есть это разные вещи. Вам нужно сначала признать это в себе, значит. Вам нужно, значит, как будто встретиться с этими качествами в себе. Тогда, иншаллах, у вас внутри появится очень много чувства стыда, и вы не захотите к этому больше возвращаться. Сразу эти как избавиться от долгов. Нужно смотреть, почему у вас долги, почему вы вот живёте так, что у вас долги, как вы туда попадаете. Это же ваше мышление, это же стратегия мышления, что вы живёте, берёте долги, да, или там кредит. Есть же люди, которые многого берут, да. За этим что-то стоит, нужно разобраться. Да, не до шариатской, моя сестра. Ну, извините, какая есть. I'm sorry. Другой нет у вас. Алла Бергеноса. Так, вы родители? Имели в виду, вы родили, наверное, да? Этот отдельный, наверное, тогда родила, аль-хамдулях. Завтра будет 40 дней. Так, да, завтра будет 40 дней, джава. А сель-хампишет, что это про мои. Так. Спасибо большое за тёплые слова. Благодарю вас. Почему мы грешим? Ведь Аллах может нас уберечь от греха. Ну, в этом-то и есть мудрость Аллаха. Это и есть... Знаете, есть, так как сказано было. Если вдруг люди вообще перестанут грешить, Аллах, оказывается, уничтожит всех этих людей и создаст новые творения, которые будут грешить. Представляете, почему? Потому что грех — это то, от чего... То есть это как будто такой вот вектор, от чего мы должны уходить, от чего мы должны отталкиваться. То есть грех — это от чего мы должны уйти в другую сторону. Да? Первый момент. Второй момент. Грех — это то, что помогает нам делать талбе. Конечно, в идеале мы потом уменьшала... Должны прийти к такому, что мы без греха делаем талбе. Это в идеале. Но пока, видимо, мы настолько слабые, что мы делаем талбе с помощью греха. С помощью грехов, да? Вот поэтому, конечно, нужно просить у Аллаха, чтобы Аллах вас оберегал от грехов, чтобы Он вам помогал, чтобы Он вас ввел прямым путём. И, знаете, есть люди... Вот это мои наблюдения. Четко мои наблюдения. Есть люди, которым вообще противопоказано сильно грешить. Очень противопоказано. Очень противопоказано делать какие-то вот прям очень плохие вещи. Как только они начинают грешить, Аллах их сразу на место ставит. Есть такие люди просто потому, что, возможно, Аллах хочет им дать уровень другой, да? Не тот уровень, который они выбрали для себя, где они грешат, да? Аллах хочет им дать уровень выше. И, конечно же, Аллах будет их испытывать. Конечно, Аллах их будет очищать через эти испытания, да? Поэтому, конечно, очень желательно держаться подальше от грехов, да? Иншаллах. Благодарю. Спасибо большое. Поздравляю с рождением ребёнка. Если у мужа сихар как поддержать, читайте Куран за него. Обязательно читайте Куран. Иншаллах. Я сейчас на следующей неделе очень боюсь рожать. У меня третий день ложной схватки. Я вас умоляю, вообще не бойтесь. Потому что рожать вообще не больно. А вот Кесерова — это больно. Поэтому кто делает Кесерова, это женщины-героини. Самые крутые. А кто сам рожает, это очень классно. Это очень легко. Это естественный природный процесс. Понимаете? Поэтому вообще не бойтесь. Это не больно. Больно, когда извне тебе что-то делать. А роды — это же естественный процесс. И ваш организм, он вам даст такие схватки, которых он сам готов выдержать. У вас не будут таких схватки, которых вы не выдержите. Организм не даст таких схваток вам. Это нереально. Организм же очень умный. У вас будут такие схватки, на которые у вас есть ресурсы. Вот и всё. Поэтому вообще не бойтесь рожать. И меня, конечно же, удивило, когда я недавно узнала, что кто-то боится рожать, и идёт на Кесерова. Господи, это же наоборот больно Кесерова. Лучше самой 10 раз рожать. Тысячу раз легче самой родить, чем Кесерова. Поэтому желательно сами рожайте, Кесерова. Почему мне трудно на данном астовать? А вы вечером обязательно мозгу своему, мозгу нужно дать как бы задание, что вы обязательно в 7 утра или сколько там, в 4 утра проснётесь на данном астов. Обязательно вот прям настроиться на это перед сном. И Дарета Албчатанс обязательно с Даретом ложитесь спать и просите у Аллаха, я рабом, утром помоги мне. Просто у меня бывали такие дни, когда, например, танг намаз в 7 утра, а я ложусь в 5 утра. Представляете, через 2 часа танг намаз. И я понимаю, что как я встану через 2 часа, да? И в эти моменты я прям дуа делала. Аллахам, пожалуйста, через 2 часа разбуди меня так, чтобы я прям выспалась и встала легко на танг намаз. И вы знаете, так и происходило. Через 2 часа в будильнике ты так встаёшь спокойно и ты думаешь, Субханула, как классно. А также бывает же, глаза не можешь открыть, тебе так тяжело. А вы обязательно дуа сделайте намерение, что вы точно встанете. И Дарита Албчатнас легко встанете на танг намаз сначала. Алейкум саляму ахмаду маркаду. Видела вчера в кофе буме на виле. Узнала по голосу. Я, как всегда, громко, наверное, разговаривала. Альхамдар дай Аллах вам и шуму маил. Крепко взорваю. Спасибо большое. Благодарю вас. У меня малыш там плакал вчера в кофе буме. На улице мы сидели, и он так орал, господи. Думаю, блин. У него такое бывает. Сегодня я опять утром там была, у меня другая была встреча. Сегодня он вообще не плакал. Вот у него бывает такое. Иногда он орёт просто. На некоторых встречах вообще не плачет. Просто спит там 3 часа, и всё. Вот. Раз на раз не приходится с этими детками. как не бояться родов от того, что знаешь, что будет. Аллах от обсернес. Максимально Аллах от обсернес. Иншаллах, Аллах облегчит. Обязательно облегчит. Максимально Аллах от обсернес. Комик. Ничего. Вот что вы сделаете? Если вам больно, подойдите к мужу и прям поплачьте перед ним. Скажите, мне так больно, я так страдаю. Я увидела эти фотки. Они вот прям вот здесь у меня встали, и я теперь не знаю, что с этим делать. Я не знаю, кому обратиться, куда идти, куда бежать, от этой боли и всё. Будьте искренни в своих чувствах. Вот прям шинзайд паршанс. Ягре вшла и спа. Без обвинений, без претензий, без руганий. Идите и прям плачьте. Он сам должен это решить. Ваш муж, он сам должен это решить. Да? Это Абубакр кряхтит. Я давно вас не видела, не слушала. Да, Бапешка, аль-хамдуля. Завтра 40 дней будет. Добрый вечер. Как вы упираетесь в своей жизни, то, что я всё хочу контролировать. Да. Бывает такое, что хочется всё контролировать. Чем больше пытаешься контролировать, тем больше всё из рук валится. На самом деле, весь природный процесс, Аллах, все вот эти мудрости, всё знание Он спрятал в природе. Вот даже посмотрите, когда идёт дождь, вроде бы дождь, вот после дождя такая свежесть, такая красота. Даже если вдруг вы попадёте на природу после дождя, это же невероятно красиво, это же невероятно кайфно, это же так круто, ты дышишь этим воздухом. Таким образом, Аллах говорит, вот всегда после дождя будет очень свежо, очень приятно, очень красиво, очень легко, и даже дышится легко. Так же в нашей жизни идёт дождь, когда очень больно, после этого обязательно идёт облегчение. Опять-таки, то, что дождь, что это больно, это же мы даём такую оценку. Это я решила, что это больно, а может быть, это не больно, может быть, это просто очищение, может быть, это просто ты мокрая, стоишь под дождём. Это не есть плохо, это же мы так оценили, даже свои испытания мы сами же оцениваем. Это испытание, или это окей, это как челлендж, это как опыт, понимаете, ну как бы от вас всё это зависит. И вот даже, когда вы, например, возьмёте песок или водички, если вот так будете сжимать кулак, вы не удержите водички внутри. А если вы раскроете ладонь, вы сможете хотя бы какую-то воду удержать. То же самое в вашей жизни. Если вы вот так пытаетесь всё держать в руках, контролировать, ничего не удержите, всё вот так вот уплывёт от вас, всё, ничего не останется в ладошках. Как только вы разжимаете, как только вы расслабляетесь, как только вы такая, всё, я готова, да, всё в ваших руках, всё остаётся, всё шикарно, Аллах вам всё сам раз-раз, и всё так, как вам приятно, не больно, благостно, благоприятно и так далее. Как только мы расслабляемся. И так всегда, и так по жизни, везде, всюду. Лишь бы мы просто расслабились. Да? Минуем, да, у меня дети куда-то выходят, куда, вот куда они пошли, дверь, они вот, видите, слышали, дверь закрыли, я теперь сижу и думаю, куда они пошли. Я позвонить не могу, у меня телефон, видите, занят сейчас. Что с этими детьми делать? это ничего. Подписала, мне никому не доверяю, я всегда сомневаюсь во всём, как нужно от этого избавиться. Это кто мне недавно сказал? Господи, кто же сказал, что в Европе, а, да, мне Стас сказал, что она говорит, в Европе, оказывается, люди изначально, они вам доверяют. Вот, например, я пришла, вот я, например, переехала в Европу, да, и пошла кому-то работать. Изначально, автоматически, они мне, как-то доверяют. То есть у них вот в голове вот это сидит, да, что человек, он порядочный, он сделает то, что он обещал, да, изначально. Всё, он сразу. И потом только я могу его разочаровать и так далее. Да, изначально у них вот это доверие стопроцентное идёт. У нас, оказывается, у казахов, пасхаша, у нас наоборот. Изначально мы не доверяем, и потом надо заслужить наши доверия. И только со временем мы такие, а, этому человеку можно доверить, я это по себе должна, я тоже там нянечек или там кого-то нанимаешь на работу, я тоже изначально не доверяю вообще. Изначально я сижу и думаю, сейчас, сейчас, сейчас что-нибудь натворит. Сейчас что-нибудь она там будет мне предавать где-то, где-то что-то не так сделает. А потом уже через какое-то время ты так следишь за человеком, видишь, а, нет, ответственное, оказывается, хорошее, это можно доверять. И потом начинаешь доверять, расслабляться. Так удивительно, что у нас наоборот, да, прям. Ну, это, наверное, наша какая-то вот особенность, как научиться доверять. все-таки, наверное, прежде всего, это про доверие Богу. Когда вы не ставите условия, как должно все быть, вы доверяете, потому что вы понимаете, что незачем ставить условия, потому что Аллах все расставит так, как должно быть. А, хорошо. Так-так-так-так-так. Если вы это сделаете, ради Аллаха, то другос. Если вы это сделаете, из-за своей гордыни, то другос емес. Понимаете, вот очень же сложно, да, определить. Блин, это же вообще нереально, да, вот так взять и определить по поступкам, что у этого человека внутри. Блин, месяц, что внутри, потому что вы не знаете намерения. Когда мне говорят, я хочу такой же иман, как у вас сердце, а став, Рала, я всегда отвечаю, я надеюсь, что иман у меня есть в сердце. Я не знаю, есть ли у меня иман у меня в сердце или нет. Откуда вам это известно? Это очень странно. По поступкам, по каким-то этим, да, взять и вот так вот человеку дать какой-то вот, вот он такой или вот он секой. Это же нереально просто. Он, блин, не сходь джереген, это не вариген, понимаете? Поэтому здесь ваш поступок, он зависит только от того, ради кого вы это сделаете. И с какими намерениями, да, тоже. Как справиться с ленью? Я супер-мега-лини... Ты спрашиваете у женщины, которой было лень, читать stories, которые мне скидывали про меня, где писали. Там так много букв, они мне скидывают и скидывают. Мне так лень читать. Господи, девочки, я такая, сейчас надо собраться прочитать, что-нибудь там ответить. И я такая, слушаю, хочется слишком много букв. И потом думаю, вот когда я много пишу, кто это вообще читает? Темда, Супрана, так сложно читать, когда много букв, да, кажется, крупно сейчас с ухменькими. И это, как-то, сложновато. Поэтому я не знаю, как с ленью справляться. Понятия не имею, честно. Это вот немножко не ко мне вопрос. Марсиаховна, расскажите, пожалуйста, про женскую дружбу. Я очень верю в женскую дружбу. Я знаю, что она есть. Более того, она настоящая. Она может быть ради Аллаха. Да, возможно, там будут какие-то моменты, да, которых нужно будет выяснить. Но как только вы честно, искренне... Вот смотрите, девочки, блин, это же везде так. Честность, искренность и просто взять и поговорить, это везде, это то, что везде нужно. Это тоже моя проблема. У меня тоже есть такая проблема, я ее называю ченгенской проблемой, то, что умолчать. Я кое-что, вот это вот, знаете, тоже, здесь тоже моя ленивость. Ко-что буду я с ней разбираться об этом. Потому что она будет одно говорить, я буду и другое говорить, мне надо будет объяснять, просто снышно буду разбираться. Вот это плохо. Люди всегда должны уметь висеть диалог и говорить. Вот недавно даже хадис услышала, Брак Мухамм стоял со своей женой, Софией, так кажется, и проходили мимо них, издалека, как я поняла, сахабы. Вот они пришли, и они видят, что он с женщиной стоит, да, и не поймут же, кто именно, да, из женщины. Ну, просто женщины. Они не видят, что это его жена. Они так пришли, и потом Брак Мухамм их вот так догнал и говорит, слушайте, это, говорит, это моя жена. И они сказали, вы, я рассурала, вот вы что, как вы можете так подумать, что мы сомневаемся в вас, вы что, дикат, они вот так вот ему говорят. И тогда Брак Мухамм Макаса ответил. Вот этот вот кусок сомнений, который у вас когда-нибудь где-нибудь останется, что это на возбилях будет цепляться за него. И он всё равно своё дело будет делать. Представляете, да, какая мудрость. И это, про Брак Мухамм с Алексалем, идеальнейший, понимаете, да, чистейший, просто. Если он вот так вот им объясняет, говорит, слушайте, это моя жена, то у нас вот то же самое, вот в дружбе то же самое, какие-то моменты, сомнения, надо поднимать этот вопрос, надо говорить об этом, надо чувства свои передавать. Вот тогда вот эта дружба, она будет искренней, она будет ради Аллаха, она будет очень долгой, иншалам. У меня очень много подруг, они, ну, близких, конечно, немного, сразу скажу, близких подруг очень мало. С одной подругой я там 10 лет дружу, 15 лет, с Юлей, например, я тут уже сколько, 23 года, да, все 23 года мы дружим, господи, мы познакомились вообще там подростками, детьми, да, очень много классных подруг, Аллаха, есть подруги глупые, есть подруги разведенные, есть подруги скандалистские, разные подруги, есть очень мудрые подруги, у которых я там многому учусь, да, Аллаха, подруги бывают разные, нашел, поэтому женская дружба, она есть, обязательно есть, конечно, просто радоваться, ну, наверное, радоваться тоже будет немножко эгоистично, да, как мой кожный вектор, он всегда радуется, потому что это очень выгодно мне, когда про нас говорят плохо, наши грехи заберут, ставь Аллаха, зачем радоваться этому, но я радуюсь, к сожалению, пока я не умею не радоваться этому, потому что когда-нибудь я буду грустить, что они про меня плохо сказали, и буду заботиться о них, а я пока о них не заботюсь, я пока заботюсь только о себе, и радуюсь, что мои грехи кто-то забрал, ставь Аллаха, зачем я радуюсь этому, ну, пока такой уровень, да, эндоминдия пока, Саламу алейкум, алейкум ассалям, если все предписано, почему, делаем дуа, дуа это наше поклонение, да, и Аллах, этот мир, эту жизнь создал, как причинно-следственная связь, да, у нас есть, очень часто Аллах, наши дуа, делает причиной, тому, что нам что-то дает, или нас оберегает, я тоже вот об этом задумывалась, очень часто, и в моей жизни были такие ситуации, вот, например, когда мы в прошлом году в Дубае были, представляете, мы сидим у моря, например, да, вот мы сидим, и дети купаются, каждый божий день мы ходим на море, каждый божий день, на тот же самый пляж, каждый день, я там, на тот момент только четверо детей, да, и няня со мной, муж, все-все-все, и что-то я сижу, я не плаваю, потому что для меня вода была прохладной, а дети мои все плавать, все купаются, и, ну, дети, они где, кто где, кто-то на этом берегу, кто-то на другом берегу, кто-то там в воде, кто-то вышел, ну, они бегают, играются, мы там можем 4-5 часа валяться на море, покушали, и дальше валялись, то есть вот так вот, я не смотрю, я не ищу у моих детей, потому что они примерно где-то там, кто где, короче, вместе играются, и так далее, и в какой-то момент, с ума, и с ней они пошли плавать в одну сторону, и знаешь, что я не с ними рядом, как бы все нормально, и в какой-то момент я просто сажусь, и начинаю молиться за сумою, я не пойму, зачем я, да, в обычный день, вообще вот просто ни с того, ни с сего начинаю за сумою молиться, которого только что я видела, и 5 минут назад она ходила здесь, я не могу понять, зачем я за нее молюсь, просто я сажусь и говорю, я рабом береги, как хорошо тебя, и начинаю очень много на нее молиться, и сама даже не понимаю, зачем я за нее молюсь, мне это непонятно, это нелогично, да, у нас, значит, это слава, ну я зикар буду говорить, слава, ну молиться-то зачем как бы за нее, ну непонятно, а я все время говорю, береги ее, береги ее, и тут через минут 10, где-то они подходят с няней, у них вот такие шары, я говорю, что случилось, турлер, ну тромок-то, с моей, говорит, мама, моя чуть не утонула, она меня спасла, еле как ужас, я это услышала, я чуть не упала, Астафорова, представляете, девочки, Аллах решил спасти Сумаеву, но он мои молитвы сделал причиной, понимаете, мои молитвы, смотрите, не мои молитвы, я не могу тогда сказать, это будет глупо, если я скажу, ой боже мой, я взяла и начала молиться, мои молитвы спасили мою дочь, Астафорова, нет, мою дочь спас только Аллах, и только он способен на это, ни мои молитвы, ни мои слова, ни мой Коран, который я читаю, не могут это сделать, если на это не было Аллаха, да, моих детей спасает только Всевышний исключительно, мои молитвы, это причина, это он просто создает причину, и всё, опять-таки, причина тоже создает Аллах, понимаете, даже причины не могу я создать, хотя у нас же говорят, создавайте причины, тогда Аллах вам даст, согласна, да, там, если кто-то, я это недавно услышала, хочешь, чтобы тебе цветы дарили, создавай причины, хотя бы вазу купи, да, вазу это уже как будто создаешь причину опять-таки как ты эту вазу покупаешь как ты донесла эту вазу додума как этого застоит там это же все воля аллаха да это же все он же создает эти причины да я немножко ну больше за то чтобы вы мыслили также что даже причина лох создают настолько создать я только один он да и и причина тоже подчиняется ему я как бы так смогла дать бы себя надеюсь и не собирался кигну глубокие темы поднимает но вдруг я думаю вам будет это понятным шагом спасибо большой раз почему я бью своих детей возможно потому что вы уставшая возможно потому что вы еще сама лялька не выросли женщина которая застряла позиции ребенка интимного особенно она неспособна детей своих любить она не может их любить она не может им служить и все это тяжело трудно и по себе это знаю хана и сумаку когда я родила я родила в 20 и 22 сама ребенок я могла и свернуть что-нибудь на них я могу по попе им дать и могла их толкнуть оставила когда страна в этом господи за мать и сама была ребенком понимаете я сама ребенок позиция ребенка и не могу любить ребенка я не могу не служить этому ребенку и дети мои вот эти вот первые двое до когда они ночью просыпались я просто брала этот как его пленки кидала в разные стороны пленки вот эти вот все подушки раскидывал мне это злило что они проснулись ночью как это я сплю а вы меня будете да вот это и меня это прям напрягал и такая вообще злая такая по ужасно было ставила а сейчас когда я мама этих троих маленьких детей еще на томике конечно да я там уже 29 не было когда это не украдила вообще другой случай сейчас когда мухаммад или там табакр ночью проснул господи так ты мой маленький проснулся этом чуть-чуть и мне не важно что утром у меня 8 утра встреча что у меня там консультации или еще какие-то дела да вообще неважно вот даже если не высплюсь тоже неважно да я так могу тогда я понимаю вот что значит когда ты сам вырос и тебе это все радость ты готов служить этим детям ты готов их на руках носить ночью если они плачут тебе реально ты там сострадаешь и так далее да я так вспоминаю себя в 20 лет этому господи тоже вообще как тогда и несмотря на это аллах вот и дает аль-хаммеля к контужное это на дитя орешь и на тулом было хочу орать на этом ребенке почему понимает только родился и у него живот болит может быть дали там зубки режутся а я тут нервная до ночью поэтому это только ваша детская позиция поэтому вот так вот у вас происходит надо расти пыталась стать на намаз не получилось на москве не принял или всевышний хочет нет так не бывает так не бывает что всевышний хочет или ну да нет нет лайка 0909 ваша задача просто не да не думать не размышляет там да как я встан на мама на намаз что это будет а будет это тяжело или трудно и так далее нет просто взять и стать и все просто делать то что нужно делать 5 раз в день и все и не задумываться влах вы зачем это пойдет когда кто-то говорит это же сложно там читать на смысле это вообще там не то чтобы сложно это попозже для вас это будет самое великое удовольствие и не задумывайтесь как я это сделаю как это получится что со мной будет это не знаю тогда нет вообще не задумывается просто берите делайте все читайте легко и на каждого красавица маша она благодарю про книгу пишет нашу альфом для почему не могу отпустить обиды на мать потому что вы королева потому что только королевы не могут просить свою маму потому что вы не на своем месте и подумали что вы знаете чтобы есть лучше чем ваша мостов там поэтому вам тяжело простить кого-то кто как будто не такая классная как мне папа говорит если надо будет любой человек может найти претензии к любому человеку любой атома на нас на картовок было можно как придраться к любому человеку абсолютно это отец к сыну сын к матери там дочка к мужу неважно любой человек любому человеку может найти вот это вот эти претензии это говорит принципе легко сделать но мы выбираем же другой путь мы же сами осознанно выбираем как не делать понимаете поэтому вот подумать об этом спасибо большое мы смотрим ой так нет так у меня этот как его немножко зависит этот короче партихами правильно ли молиться за изменение ситуации ну конечно если вы хотите чтобы ситуация была другая тоже правильно нужно молиться за это конечно и ваша молитва станет причиной понимаете лучше поэтому что он говорит вот смотрите знаете вот смотрите она вы начинаетеb к ситуации смотреть привет лего на мы ситуация смотрите приветливого относиться по другому у нас идет именно это расслабление внутренние да как только это раз получится вся ситуация меняется печем потому что аллах сказал да я не изменю человека положение человекаö bekому не изменится у себя вот Вот изменить положение, это изменить внутреннее состояние человека. Не ваши поступки, не ваше поведение, не ваши действия, а именно внутри. Если вы внутри меняетесь к этой ситуации, то эта ситуация сама по себе меняется. И таких примеров миллион просто. У моих девочек, кого я консультирую, с кем я общаюсь, да я вообще вижу это каждый божий день, понимаете, каждый день это вижу. Вот просто, как только она начинает по-другому относиться, и та ситуация, которая, казалось бы, ну нереальна, она просто не сможет решиться, она не сможет эту ситуацию закончиться, ну все, это просто нереально. Добрый вечер, я часто с опозданием читаю намаз. Почему? Потому что вы намаз не ставите на первое место. Вы пробуйте себя привести к такому, что как только намаз время заходит, что вы должны именно в этот момент читать намаз. Вот раньше, когда я только начинала читать намаз, я читала намаз хотя бы успеть вот в это время, когда оно заходит и когда оно выходит, да, например, там с часу до четырех у меня время, да, прочитать намаз. И я думаю, хотя бы вот до четырех я должна прочитать. В три, в три, в тридцать, не важно, в три, в пятнадцать, в два, в пятнадцать, не важно. И действительно, тогда не успеваешь, и тогда вот это время быстро пролетает, и ты как-то с опозданием начинаешь читать. Потом я начала свой мозг менять по-другому. Я в своем мозгу говорю, намаз читаем тогда, когда время только заходит. Всё, время зашло, ты идёшь, читаешь намаз. Когда я себя уже к такому начинаю приучать, тогда всё нормально. И дела мои по порядку, и вся жизнь, прям маша вальхамдули, да, и так далее. Оказывается, нужно просто намаз ставить на первое место. И все остальные дела уже сами строятся идеальным образом под твой намаз. Вот и всё. Да? Олег Масалям. Не могу бросить курить электронную сигарету. Правильно будет начать читать. Начинает намаз, или сначала бросит, а потом только приходит к намазу. Олег Масалям. Просто начните читать намаз. Когда вы вот этот вкус намаза почувствуете, вам сигареты будут не нужны. Вы от них легко откажетесь. Просто и всё. Окей? Просто начните читать Масалям. Так, 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 так. Почему не могу начать задуманно? Никакого времени не могу найти среди быта. Простите помощь, да? И вот это вот внутри ваше желание нужно направить на то, что это будет вашим поклонением Богу. Окей? Вот любые ваши проекты, девочка, они должны быть ради Аллаха. Как только мы с собой договоримся, что у нас любые проекты тратят Аллаха, Аллах сам делает так, что к нам приходят люди, которые будут нам помогать с этим проектом. Аллах отправляет нам людей, какие-то ситуации, какие-то ещё что-то. Обязательно Аллах сам всё организует, что эти люди будут причиной помощи для нас. Они все, они очень много нам помогут. И тогда не будет вот это вот, не успеваю, не могу, не получается и так далее, да? У вас легко получаются любые проекты. Почему? Потому что изначально вы эти проекты делаете ради Аллаха, то есть с пользой для умы. Правильно? Тогда всё шикарно. Как помириться с мужем, поругались сильно, заблокировала и ушёл? Елена, всё воле Всевышнего. Ну, помиритесь, найдите его, позвоните с другого номера, напишите. Скажите, я так не права, я такая глупенькая, как я могла. Вот недавно тоже у меня такая ситуация была. Когда это было, в тот день, когда, помните, Милку Труб, которая фоткалась такая вся в белой шляпе, сидела такая крутышка. Потом пришла домой, у меня 40 градусов температура, я слегла. Просто, видимо, это склазили меня сильно. Потом я ухожу домой, короче, и там что-то с мужем конфликт. Ну, я такая пришла заряжена, типа, я решила, что я такая очень крутая, видимо. И с мужем, короче, разговариваю по телефону. И, короче, у нас конфликт. Мы не можем договориться, он говорит одно, я говорю другое. И меня просто раздражает, что он со мной не соглашается. Всё. Я решила, он со мной должен согласиться, понимаете. У нас там какое-то решение принимали. И я решила, что моё решение правильно, а его неправильно. Я была в этом уверена просто. Потому что у меня была потрясающая идея, понимаете. А он не поддерживает мою потрясающую идею. Меня это бесит, да, на тот момент. Я такая злюсь на него, думаю, блин, ну, поймите, как бы, моя идея классная, короче. Блин, такая умная, такая классная, ты чё? И он такой, ладно, Бульген Стиш, я устал, конечно, хочется выспорить. И всё, я трубку бросаю. У меня Абубак начинает с Риги, как фонтаном, литрами, представляете. Господи, я так перепугалась. Я сразу, всю же секунду удалила все фотки и написала мужу. Умоляю тебе, прости меня. Таубе, прости, я такая дура, как я могла с тобой спорить. Как я могла вообще тебе такое говорить, что я права, да, я вообще такая глупая, да, я такая дура. Всё, прости, ла-ла. Ему там написала длиннующее сообщение, миллион раз прости меня. Ему потом перезвонил, смеётся, конечно, говорит. Обязательно тебе надо там получать от меня, говорит, по башке, там, что вот Абубак, говорит, так заболел. Абубак, и всегда так, как только я начинаю где-то втроп, где-то что-то на себе много брать, и вот так вот приходится меня перевоспитывать, да. И самое, знаете, что здесь интересное? В этот день, когда это всё случилось, днём этого дня, вот накануне, да, этого дня, у меня была консультация, и там была женщина точно с такой же ситуацией, как у меня. Один в один, вот вы не поверите, стопроцентно, как у меня ситуация. И я, когда консультировала эту женщину, я её ругаю, я ей говорю, вы что, вообще не слушаете мои уроки? Вы что, не слушаете мои эфиры вообще? Да что это такое? Как вы можете с мужем спорить? Как вы можете говорить, что ваша идея лучше, чем его, короче? Слушайтесь мужа, как он говорит, так и делайте. Да что же это такое? Вы представляете, днём я ей об этом говорю, вечером прихожу домой, и сама делаю полное противоположность. Сама себе бы говорила бы то же самое, сама бы делала бы то, что я сама говорю, понимаете? Да, астафрала, это вообще такой урок был для меня. Я так-то увидела за всё, за то, что утром эта женщина умничала, а потом сама сделала всё наоборот. За то, что с мужем спорила, за то, что утром где-то там, да, и думаю, блин, какой кошмар. И вы от такой глупой, грешной женщины пытаетесь ещё что-то там, я не знаю, про меня там пишут, что она там шарят нарушает, что она там ниже пошарят. Если бы они знали, какие вещи я вытворяю в жизни на самом деле, вообще мне, ну, блин, шош, пошпите, или, блин, про мне книгу написали бы, антикнигу про меня, какой ужас. И то, чтобы посты, да, мне посвечали, книгу мне написали бы про меня, какая я ужасная. Если бы они знали бы всё, что я делаю, Астафа-Аллах, хорошо, что Аллах всё скрыл. Милость Аллах, Аллах всё скрыл от них, то, что я там вытворяю иногда. Аллах всё это скрыл, это у нас дома такое происходит, никто не знает, да? Поэтому, девочки, я вас умоляю, когда я вам что-то умничаю, говорю, вы не думаете, что мне это легко даётся, что я сама всё это стопроцентно делаю? Нет. Я это делаю уже после того, когда там поругали меня, меня на место поставили, там, через детей, через мужа. И потом такая, блин, что же пошло мне так, где я там ошиблась? А, вот где, Дим, да-то убейте. А так, точно так же, как вы, я реагирую, точно так же, как вы, я умничаю, где-то там стою на своём, где-то мне тоже кажется, что моя идея самая гениальная в мире, что я лучше всех и так далее, Ставра-Аллах. И потом муж мне говорит, там, заткнись, дура, вообще, как ничего ты не понимаешь, Дебурсат. А мне кажется, в смысле дура? Ты, блин, смотри, какая женщина перед тобой стоит. Это Ставра-Аллах. Понимаете, да? Я потом думаю, ой, Аллах, какая его милость, что он скрыл мои навсы, мои гордыни. Хорошо, что вообще Аллах всё скрыл, да? Грехи скрыл, какие-то там качества, да, скрыл, да? Вот представляете, если бы я жила, и вы видели бы уровень моей гордыни, да? Вот представляете, у нас на голове что-то росло бы, да? Например, уровень гордыни, какая-нибудь там штучка на голове, и видно уровень гордыни человека. Это же маскара, кошмар, это же ужас просто. Я потом думаю, хорошо, что Аллах всё это скрыл. Господи, если бы вот эти мусульманки узнали, какая на самом деле мама, это же ужас всё будет. Вот вы тоже ничего не рассказываете. Там, блин, реально про меня будут писать, я не знаю, что. Вот, поэтому я надеюсь, что всё нормально. Ну, мне кажется, что теперь делать? Столько живу, я стараюсь, честно стараюсь, я пытаюсь меняться, я пытаюсь всё, что я говорю, делать сама, но, видимо, не всегда получается. К сожалению, да? Один пост я поняла через полгода. Такая, что-то, что-то, точно такая же ситуация, я потом-то убеет, да, и сижу, задумываюсь, и говорю, блин, полгода назад писала этот пост, он, оказывается, про вот это был, для меня он дошёл только через полгода, представляете? Это вообще удивительно, да? И же, ходить, не нужно свои ошибки говорить, не нужно говорить свои грехи, да, грехи нельзя. Ну, мои ошибки, они, знаете, они очень полезны для людей, поэтому, я, конечно же, вам не всё же рассказываю, если я всё рассказывала, не представляю, что тут было, я вам не всё рассказываю, поэтому, ошибки, это же, да, это же ошибки мои, это же не грехи, я так думаю. Конечно, грехи я тут не рассказывать не буду, но ошибки так, потому что я понимаю, чтобы вы тоже понимали, что мне тоже это нелегко даётся, я точно такая же жена чья-то, как вы, и у меня есть роль жены, а жена, она такая, у нас это вот прям, знаете, блин, вот недавно у меня, знаете, что было даже, это было где-то, я не знаю, две недели назад, не помню, три недели назад, у меня, знаете, чётко было, опять у меня был конфликт какой-то с мужем, у меня чётко было ощущение, знаете, какое, что мой муж никогда ничего хорошего для меня не делал, просто у меня вот эта мысль сидит, а вы знаете, есть такой хадис, что очень женщин будет много в аду, и когда спросили почему, да, там много будет женщин в аду, он ответил, что потому что женщина клевещет на мужа, она неблагодарна, и она к своему говорит, ты мне никогда ничего хорошего не делал, представляете, у меня вот эта мысль сидит, он ничего мне хорошего никогда не делал, и мне хочется подойти мужу сказать, я уже собиралась ему так и сказать, думаю, кашкишки келета, сяду и конкретно ему скажу, никогда бруджахско кормит мселин, а потом чё-то, чё-то, попозже время, чё-то время прошло, я в себе пришла, чё-то там нормально всё, али-хамдат, аубейт, и такая, и Аллах мне даёт начинать мысли, что он для меня делал на самом деле, и это было так много, я так, он же это сделал, то сделал, это то, то, и так, короче, много мыслей, оставил, он так много косо сделал для меня, и мне так стыдно, короче, потому что пришёл, я ему говорю, знаешь, сегодня я ходила, говорю, во дворе гуляла, говорю, сабу вакрым, и у меня мысль была, что ты мне никогда ничего хорошего, не делал, он смеялся, говорит, вот женщины, говорит, все такие, да, аели-адам, ну это ваша, говорит, природа, это вот то, какие вы есть, это же, блин, как ты вообще, говорит, могла так подумать, я говорю, я не то, что могла так подумать, я была в этом уверена, напомнил, я даже вспомнила то, что было 10 лет назад, я такая, о господи, он же ещё это сделал, ещё то сделал, субхана, он же много косачивого хорошего, это так удивительно, что мы женщины сразу, вот один раз он откажет, вот всё забываешь, как будто он ничего не делает, у меня точно такие же ощущения, как у вас, когда мне женщина приходит, жалуется на мужа, я в принципе её понимаю, я сама же тоже иногда бываю в этом, ну, услай, услай, потом а там было, иншалу, да? Да, совершенно верно, и для Аллаха нет срапов времени, это мы так думаем, столько лет, я там потеряла, нет, мы не теряли, ничего мы не теряли, без разрешения мужа выйти на работу, это грех, ну, без разрешения мужа нельзя выходить на работу, классно, когда он вам разрешает, когда он вас поддерживает, вы знаете, девочки, когда муж за вас молится, именно в этой сфере, в вашей работе, да, вот молится, когда он очень приветливо смотрит на вашу, на вашу профессию, на то, чем вы занимаетесь, на ваш проект, когда действительно он делает дуа за это, обязательно там будет успех, обязательно, причем, знаете, оказывается, женщина должна реализоваться через довольствие мужа, это как, это значит, я должна быть реализована в профессии, после того, как я получила довольство своего мужа, понимаете, когда он мной доволен, как женой, да, вот после этого, когда я иду и работаю, вот это будет очень барракатно, а если он мною недоволен, но я иду все равно, начинаю там работать, и так далее, это не очень барракатно, поэтому через его довольствие, но опять-таки, девочки, довольство мужа, это же не про того, что вы электровеник, или вы там жертва, спасатель, который всю жизнь терпит, который плохо, но почему-то она молча терпит, и так далее, это же не про это совсем, ваша задача успокаивать, чтобы успокоить мужчину, вы должны сами быть успокоены, чтобы мы должны сами быть спокойны, мы должны что, мы должны быть очень близки к Всевышнему, только Аллаха Шахнаб, наше сердце успокаивается, понимаете, только таким образом мы сможем что-то дать детям, мужу и так далее, а не тогда, когда целыми днями я буду убираться, готовить, и вот мое успокоение, я классная жена, да, но нет, конечно, так не очень получится, понимаете, это все гормоны, вы знаете, вот согласна с этим, вот очень согласна с этим, потому что, вот раньше я особо такой не была, а потом я как-то такой стал, что у меня каждые две недели конфликт с мужем, это реально гормоны, после родов мне кажется, это нормально, да, колики, что это делать, ну, у нас тоже колики, у нас тоже так же, биогайл мне сказали давать, я так иногда даю, иногда даю, забываю сейчас все время давать, а потом, девочки, просто переживаем этот момент, нужно пережить, нужно понять, что это процесс, это нормальный процесс, что это нормально, когда ребенок плачет, когда у него живот болит, когда он ночью там кушать просит, да, или там энный раз писает, как это и так далее, это надо все его менять, каждую там вставать, несколько часов и так далее, просто пережить этот процесс и все, колики у кого, у ребенка, у малыша у нас тоже так же, но ничего страшного, то есть все что есть, причины создаем, мы прям молимся у Аллаха, просим облегчения, иншал, вода, в леком самолем, просто маслом алейкум, где-то, муж никогда не делает добычку, интересно, за меня вообще не молится, говорит, ты же просишь и молишься за, за что тебя коснет семья, тоже значит, нашел, ну, вы же не знаете, может быть, у него бывают какие-то свои внутренние разговоры с Богом, вам же это неизвестно, поэтому Аллах, а потом все-таки молится, можно у вас проконсультироваться, я тот раз консультировала несколько дней, потом перестала, потому что немножко не успеваю, доброй ночи, дорогая деда, зимочка, солнышко, привет, как дела, нам надо встретиться, сейчас очень много девушек не хотят выходить замуж, ваше мнение, очень хочется услышать по этому поводу, сейчас не то, чтобы не хотят выходить замуж, сейчас такая тенденция, такая проблема, я консультирую очень молодых тоже, 20, 22, 23, 25 лет, которые недавно вышли замуж, сейчас я что заметила, в этот раз хотела эту тему тоже поднять, очень приходит часто с таким запросом на сегодняшний день, молодая, вышла замуж, и она таки говорит, муж хороший, у нас есть квартира, у него есть машина, у него есть работа, он хорошо зарабатывает, у нас все нормально, она родила там ребенка, у них все окей, ну есть какие-то там мелкие проблемы, но в целом все шикарно, и она говорит, несмотря на то, что у нас все хорошо, у меня миллион претензий к мужу, я несчастна, вот я умом понимаю, что я должна быть благодарна, что у нас все хорошо, что у нас там муж рядом, что он там меня кормит, он старается что я родила здорового ребенка все окей, мне, говорит, хочется быть довольной хочется быть благодарной, но я как не могу у меня вот столько, говорит, претензий и вот это девочке очень обидно, это очень обидно, потому что вот как такую девочку перевоспитать, вот Аллах ей все дал вот Аллах ей все дал на блюдочке, да, она недовольна, у нее миллион претензий, видите ли блин, мне очень обидно, вот когда такие девочки приходят, мне очень за них больно потому что я же понимаю, что я их буду воспитывать и вот это воспитание будет очень болезненное потом она будет через пару лет приходить и говорить, почему жизнь так несправедлива ко мне и так далее да блин, когда тебе все это столько дали когда тебе этот, ну в чем проблема, да со своей любимой, позавчера об этом разговаривала, нет, вчера я у нее спросила, говорю, вот так, такая-то тенденция, говорю я как всегда, вот так вот они, говорю, насмотрели из этого инстаграма где там муж целыми днями кого-то целует, цветы дарит, и она, говорю вот недовольна, теперь она хочет, чтобы у нее тоже так было но это же, говорю, не у всех так, это же со временем мы к этому, типа, придем, на-на-на и мне, у Стас, моя любимая говорит, что это на самом деле поверхностно там глубже, говорит, очень много других проблем, чаще всего это отношения с родителями, либо это отношения между родителями, да, то есть она все, говорит, оттуда идет, я с этим очень согласна, на самом деле но, в любом случае это очень грустно, когда замуж вышла, Аллах ей легко все дал, она недовольна блин, это же вообще кто ваш Устаз? Ой, девочки я такая жадная я же самая жадная в этом мире насчет Устазов, вы что? вы знаете, как я берегу своих Устазов как-нибудь скажу вам кто она, когда она готова быть сама, выйти, сказать так-то, так-то, деньги все хорошо привет, увидимся на днях начала, соскучилась за это, что нам солна, зимка начала, увидимся столько надо рассказать так, что я еще не собираюсь выходить замуж я тоже еще не собираюсь выходить замуж девочка, выходите замуж это круто вот я вам отвечаю блин, я 7 лет мечтала замуж в этих 15 лет я уже умирала думаю, когда я замуж выйду я вышла замуж 20 лет исполнилось через 6 дней замуж вышла я была так счастлива поэтому выходите замуж быть замужем намного круче, чем быть не замужем вот я вам честно говорю потому что, блин ну, блин, классно же ой, не смеется, круто а, ну, смотрите дивиденды от замужества вы будете получать, да но чуть-чуть попозже замуж это такое, знаете вот, как, вот, например мой муж занимается немен малмен, да он, как называется я на русском не знаю, как это говорится мал, в общем, там вот это вот свер, мал вот это вот жилка жера, удару бреденький егу понятно, да, короче вот этим всем занимается и тогда он говорит это, говорит, такой бизнес куда нужно вкладываться вкладываться, вкладываться вот просто все, говорит у тебя высосите да, вот миллион раз вкладываешься и только через много лет ты начинаешь получать там дивиденды доходы и так далее вот замужество примерно то же самое вот примерно сначала вы вкладываетесь миллион тысяч раз да, фермер хорошо, правильно вы вкладываете вы что-то там отдаете вы даете 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 и потом вы начинаете получать блин, ну, проблема же в том, что когда вы даете вот здесь два момента когда вы начинаете служить мужу первые годы если вы это делаете ради Аллаха вот эти дивиденды вы будете получить сполна и такие благородные мощные большие дивиденды но если вы будете служить ради своего эго ради признания ради того, чтобы признали какая вы крутая Келлин какая вы крутая жена и так далее то нифига никакие дивиденды вы не получите вы получите миллион претензий вот это и будут ваши дивиденды но в любом случае замужество это вот такая вещь где вы будете обязательно счастливы но блин после служения это вы знаете вот когда мы аль-фатиху говорим мы говорим ой, господи я сегодня это училась как правильно сказать сейчас моя устаза услышь как ты неправильно это сказала она меня убьет наверное надеюсь она меня не слушает сегодня ну, в общем вы поняли надо красиво это сказать я сейчас быстро сказала просто о чем это говорит да к тебе одному мы поклоняемся да, мы всевышним говорим от тебя мы просим помощи тебе одному мы поклоняемся это о чем говорит мы сначала поклоняемся мы сначала уверовали мы сначала мы не видим Бога но мы уверовали нам трудно поклоняемся но мы поклоняемся и потом что яко на стороне и у тебя мы просим помощи да, от тебя мы все просим ну, вот это вот эти правила они везде мы сначала поклоняемся, да, мы сначала служим, что-то делаем, и потом мы просим, понимаете, не наоборот, мы же не говорим, яка на старань, яка нах буду. Нет, у нас всё чётко, да, то есть Альфа-Тиха, да, нам всё уже объяснили, всё дали понять, но проблема людей в том, что, вот смотрите, здесь я ещё ещё поняла недавно, оказывается, когда какая-то ситуация происходит в нашей жизни, да, любая ситуация, скажем, любая болезненная ситуация, Шайтан Арзубелях настолько хитёр, он, знаете, как нас обманывает, он, вот меня тоже он чётко так обманывает, я прям тот раз почувствовала, как он меня так обманул, я ещё так сказала, он боган, ты меня обманул опять, он, знаете, как нас обманывает, он обманывает, он нам наущение делает, так будет всегда. Даже когда мне муж сказал, он же со мной не согласился, я же, да, муж такой, что-то там, нет, что-то, что-то, что-то своё, да, и мне здесь Шайтан Арзубелях говорит, вот видишь, он всегда будет так делать, он только своё будет говорить, а ты всегда там, И мне это так взбесило И у меня вот эта мысль появилась Можно хотя бы один раз меня послушать Хотя моя идея оказалась в конце концов Неблагодатной Вообще беспонтовая идея была Хорошо, что мы так не сделали, как я подумала Хорошо, что мы мужа послушали Потому что моя идея оказалась идиотской Откуда мне это было знать Я тогда поняла, что Шайтана Госбеллер Нас всегда пугает тем, что так будет всегда делать Вот когда У вас ваш муж Косятничает, что-то неправильно сделал Ошибается, где-то что-то там В общем грешит, еще что-то У вас у всех страх Так будет всегда Девочки, ну такого нету Сами вспомните любую Как называется, не сфера Любой период своей жизни Вспомните любой период своей жизни Когда что-то произошло Вот этот период, он у вас длится Все 35 лет вашей жизни, нет же У вас же меняется, каждый раз меняется Меняется что-то, 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 что-то Каждые 10 лет, каждые 5 лет, 7 лет, 3 года Меняется В любом случае, нету такого, чтобы мы в чем-то где-то застряли Он даже у Исгереда А Шайтана Госбеллер Он так нас обманывает Он нам говорит Ты всю жизнь будешь так жить Вот ты всю жизнь будешь это терпеть Вот так вот всю жизнь тебе будет плохо Представляете? Поэтому не верим Просто не верьте этому И В замужестве то же самое Вот это вот Любой период, когда вам больно Когда вам кажется, что Блин, так невозможно Это терпеть Ла-ла Это все пройдет Вот именно что это период Он вот так Проходит Вы не сможете Все свои 60 или 80 лет Что вы живете Жить вот так вот Да и все И только вот Одна ситуация повторяется Только один и тот же случай Только одно повторяется В вашей жизни И ничего не меняется Ничего не происходит Но так не бывает Так не будет никогда Понимаете? А Шатана Хузбелях Что нам говорит? Всю жизнь он Слышал умер Слышал Понимаете? Это когда мы с мужем Поженились Квартиру купили Потом в общем О, квартира на Айрл-Пхалдах Потом мы этот Как его снимали Как его В аренду снимали квартиру А у нас уже так На тот момент Четверо детей Мы в арендованной квартире И мне тогда Шатана Хузбелях Каждый день говорю Всю жизнь будешь так жить Стопрала Я сейчас об этом Когда вспоминаю Думаю Вот он меня говорю Доводил Говорю Вот так вот Мне мысли такие давал И всегда он так обманывает А сейчас Когда я там Об этом думаю Что как Аллах Быстро-быстро Решил нам все эти вопросы Например Я думаю Блин Аллах же например Знает Что через короткое время Он решит мне этот вопрос А на тот момент Пока я стою И мне это неизвестно Да как Аллах Легко этот вопрос решит Я переживаю уже об этом И Шатана Хузбелях Начинает делать мне наущение Я такая Блин А вдруг так будет всегда О господи Как я буду жить На-на-на Вот это все Да Поэтому не верьте Вот не верьте Когда вам говорят Всю жизнь будешь это терпеть Всю жизнь так будет Вот это вы не верьте Слово Фразе Всю жизнь Никогда так не будет Окей Даже как И же Вот эта вот Притча Где говорят Где-то Там Колодец Там люди Пьют воду Богатые приходят Читают Они Ну счастливые Богатые читают Они расстраиваются Бедные Несчастные читают Они радуются И там оказывается Написано Все временно Я с этим Очень согласна Все очень временно И в этом Великое счастье От Аллаха И когда Вы несмотря ни на что Все время Держитесь За свою связь с Богом Когда у вас Четко сидит Внутри Да В голове В душе Что я и Бог Это самое главное Моя связь с Творцом Это на первом месте Вот когда вы за Именно вот это держитесь Все Ваши жизни шикарно Девочки Никакие испытания Никакие страдания Ничего вам Нипочем Понимаете Море по колену Вы всегда будете Счастливы Просто потому что Вы сделали правильно Какой выбор Я и Аллах Все Моя связь с Богом На первом месте Мы тогда всегда Счастливы Поэтому В любых Непонятных ситуациях Выбирайте Свою связь с Богом В любых Непонятных ситуациях Идите Бегите Просто читайте Коран Я сейчас Начала учиться Читать Коран С Махрашмен Это когда Правильно Проговаривать Очень трудно Дается Сразу вам скажу У меня Непослушный язык Какие-то буквы Не выходят у меня Я начинаю нервничать Но я все равно Пытаюсь И Там знаете Такой интересный момент Когда читаешь Коран Вот это ничего не двигается И только язык работает Языком читаешь И мне Стас говорит Представляете Коран учит Контролировать язык На самом деле Потому что Ты мозгом своим Начинаешь контролировать язык Потому что Некоторые буквы Оттуда выходят Некоторые отсюда выходят Некоторые отсюда выходят Там же учатся Прямо по фотографиям И когда ты Начинаешь читать Коран Ты просто начинаешь Следить за своим языком В физическом плане Понимаете У меня мозг так работает Что он вот так вот На язык Вот все внимание У меня на язык Никогда у меня Столько внимания На моем языке Не было Девочки И она потом говорит Когда Коран Вот так вот правильно Начинаешься читать Придется время Что Начинаешь говорить Свои слова Контролировать Фразы Свою речь Ты уже не можешь Как раньше Кого-то осудить Про кого-то Что-то сказать У тебя все Настолько идет Контроль над языком Господи Я прям поняла Вот эту жизнь Когда говорят же Чтобы научиться Контролировать свой язык Нужно Коран читать Коран реально Научит вас Контролировать язык В прямом смысле Этого слова И в переносном Тоже оказывается Это просто гениально На самом деле Поэтому В любых непонятных Ситуациях Читайте Суру Ясин Как я говорю Обычно Девочки Я тогда побежала Время очень позднее Вы тут уже сами С друг с другом Общайтесь Так как я поняла Меня тут уже нет Альхамдалей Переписывайте С друг с другом Какие-то вопросы Ответы Машала Ну Альхамдалей Я очень рада Пусть все будет Во благо Иншаллах Хорошо Я тогда Наверное Все-таки Сохраню эфир Окей Всех целую Всем спокойной ночи Всем Ассаламу алейкум Рахмат Лахи Баракат